Приветствую всех с праздниками прошедшими, рад, что пришли на Уолстит онлайн, все, кто оставились после праздников живы. Я немножко преволел, поэтому не обращайте внимание на голос. Вам желаю в 2017 году быть здоровым, успешным и достичь своих поставленных целей, и чтобы родные тоже были здоровы и все было отлично. Так, да, кстати, да, сегодня пятница 13, провожаем старый Новый год. Новости, которые ждут нас в следующей неделе, уже, в принципе, на рынке начинают возвращаться игроки, и ликвидность, хоть и не такая, как хотелось бы, но восстанавливается потихоньку. В понедельник можно в те, кто торгует на CME, ну, на зарубежных рынках. В США день Мартина Лютера Кинга, все рынки закрыты по штатам, соответственно, торговля на других рынках будет больше ориентироваться на нефть и валютные котировки. Значит, плотно будет в среду и в четверг по новостям, причем и по штатам, и по другим странам. Среда, 18 января, сразу себе ставьте в смартфон напоминание. Канада по процентной ставке отчитывается и по кредитно-денежной политике. Британия отчитывается в среду по безработице, тоже немаловажно, после этого Брексита все мониторят это направление в Англии, как у них там дела после этого отсоединения. Вот, четверг плотно идут по штатам, разрешение на строительство новых домов, прям с открытия индекс производственной активности, запасы сырой нефти в 19.00. И еще в довесок, ну, Джо Блэсклэмс уже говорил, Джо Блэсклэмс, 8 п.м. У нее какая-то речь, она также и в среду выступает в 3 п.м. Так что, ну, более-менее, вот Джо Блэсклэмс в четверг и Петролиум по штатам. По другим странам четверг, кроме этого всего, еще евросектор, процентная ставка будет оглашаться на том же уровне, либо поменяют, ну, в общем, 15.45. Поставьте себе напоминание, будет интересно. Пресс-конференция Евроцентробанка в 16.30, опять же, в четверг, 15.01. Вот, по Канаде, кстати, тоже в аналитике прогнозируют, что ставят 0.5, как и есть. Ну, в принципе, до Нового года много процентно-станавки обменяли. Наверное, сделал перерыв до весны. В пятницу в Китай, ВВП, четвертый квартал и объем промышленного производства. Также Канада, базовый индекс потребительских цен. Ну, в общем, это по новостям на следующую неделю. Так что в понедельник можно немножко отдохнуть. И забыл сказать, вторник индекс экономических настроений Германии. Вот, в 13.00. В общем, вот такие новости на следующей неделе. Хотел еще продемонстрировать, так как у нас уже начало 2017 года. Это ситуация по планете от текущей даты год назад. Вот, как выглядит планета в фондовом рынке. В принципе, не так уж все и печально, как в течение года казалось. Потихонечку в зеленых все тонах. Буквально там Мексика немножко вместе с Израилем чуть-чуть просели. Ну, в Китае не такой уж и его так очень сильно по новостям сливали. Просто до нельцев. Петрощай на 8% за год для такой корпорации. Это просто чудо. Вот. Также хотел показать интересное сравнение разных секторов тоже за год. Тут, получается, по секторам за год и Average Volume USD. Вариации и только крупная компания, если посмотреть. Где-то здесь еще. Да, вот. Допустим, самые такие достижения вырвалась компания Vale. Первый раз даже не обращала внимания. Это по Basic. Тут у нас Psy Morgan. Интересная компания. Ну, давайте более ближе к нам. Financial sector. Вот эти крупные, соответственно, Bank of America. И вот такие достаточно прибыльные в Santa Dior. Его очень сливали в течение года. И в прошлом году так достаточно тяжело выглядел. Ну, как видите, все-таки прикупил кто-то. Ну, вот такие Blackstone Group. Кстати, такие незаметные черные лошадки. Credit Suisse. И, ну, в общем, City Group. Мастодонты, Wells Fargo, J.P. Morgan. Это вот карта финансового сектора планеты. Как она выглядит потом из интересного утилиты. На удивление, тут достаточно, видите, более равномерно распределена ликвидность по компаниям. Нет какой-то концентрации у одних каких-то монополистов. Так что технологии потихонечку по планете расплываются. И это технологии Facebook. Чему-то достаточно неплохо себя показал за год. Потом кто у нас еще в Google. И, ну, Nvidia, само собой. Без нее никак. Вот такие компании есть в выскочке. Про которую редко можно услышать и в новостях. В общем, достаточно интересная карта. Советую, если вы на фондовом рынке работаете, точно где-то на часик пропадете в этих разных сравнениях, исследованиях. Тут просто невероятное количество вариаций. И на любой вкус. Рекомендую. Пострадьте время достаточно информативно и полезно. Начиная от средней, в скользящих и заканчивая капитализацией, процент доходности. Даже есть раздел рекомендации аналитиков. Вот. Я все хотел посмотреть. Вот. Примерно так выглядят рекомендации. Ну, здесь индекс можно выбрать или любой S&P, либо такой. В общем, к сожалению, скорее всего, здесь нет российского рынка. Ну, все равно, хотя бы с этими данными разобраться. Там очень много вариаций. Можно варьировать. Ну, в общем, рекомендую. Как раз в понедельник будут все рынки закрыты. По штатам будет на что вы потратите время. Так. Ну, и приступим к обзору. Итак, начнем с S&P и с появлением некого модуля ClassRubFileProfessional. Соответственно, у нас отпадает необходимость подключать сразу много модулей. Тут можно все посмотреть прямо в одном. Ну, будем включать еще барчарт. Для сравнения покажу некоторые вещи. А так, в принципе, можно спокойно работать с одним окном. Здесь можно все увидеть. Сейчас я кое-что отключу, потому что практически не смог подготовиться. Это ситуация с 2014 года. Июня месяца по текущий день. S&P 22.70 и отметка 23 буквально по полу. Вопрос времени. Помнится, как-то два года назад кто-то на обзоре выстрелил такую цену. 23.00 и потом оттуда будут валиться. И пропал человек. Я неоднократно спрашивал, есть ли он потом. Потому что действительно будет идут на 23.00. Никто бы не поверил, что они тут будут так стремительно идти. Ну, пока еще банки правят в штатах, поэтому программа, судя по всему, капитализма не меняется. И контролируемый мыльный пузырь продолжается. Соответственно, потолка нет. И в точке опоры на поддержке у нас более глобальные. 21.90. Весь этот потолок, который формировали в конце лета. Лето были такие достаточно надежды, что прямо с этого уровня начнут валиться. Потому что я помню, как в 2008 начали валиться. Точно так же лето простояли сверху. Такой плотный массив создали. И потом оттуда рухнули. Больше не возвращались. Похоже было что-то. Скорее всего, такой обманный маневр. Затянули в шарты многих людей. И наверх ушли. Значит, 21.70 и 21.90. Можно смело брать как ориентирный уровень поддержки. Плюс даже дополнительно 22.05. Вот этот 2.5 недельный массивчик. И пока этот уровень будут не пробивать, еще есть вполне возможности на продолжение роста. Сейчас я поменяю данные. Вот здесь у нас будет сейчас объем снизу. Как видите, по последним неделям просел немножко по ликвидности S&P. не такой активный стал. И сейчас я тут кое-что поменяю. Вот так сделаем. Будет все четко. Вот. Обороты снизились. И это праздничные периоды. Поэтому сезонно. Здесь ничего не поделаешь. Сейчас мы посмотрим, что глобально по дельте. Как, в принципе, неделя эта заторговалась. И чуть меньше масштаб возьмем. Ну вот. Вначале еще была попытка у байеров. Сейчас пока ровненькая такая минимальная дельта на шорт. В любом случае ралли предновогодние. Бонусы, как я обещал, раздали, пожалуйста. И дальше уже будем смотреть инаугурацию Трампа в финансовом. И после уже. Я думаю, к весне будут как-то либо скидывать, либо менять направление. Пока вот предпосылок нет. Но уже ликвидность пока, на данный момент, не особо мощная. Это сравнение S&P и нефти. CL на данном графике. Сейчас я уберу несколько лишних элементов. Они только отвлекают. Оранжевый график это, собственно, сам S&P. Ну и по фиолетовому графику вы видите динамика CL-ки Light Sweet Crude Oil, которые на АМХ торгуются. То есть тут явно просматривается такой потолок в районе 55-й. И примерно так же реагирует в районе 22-75. И вот момент прощупывают уже третий раз. Вот буквально даже были там и когда там даты. Ну в начале этого контракта фактически там два раза прощались. Третий раз подходили четвертый, пятый, шестой. И потом сорвались топики и уже пошла раскорреляция достаточно так больше, чем на 100 тиков, как видите. И тут можно даже рассчитать сейчас с момента, как они перестали дружить. Вот тут они, S&P прошел 150 тиков. И отклонения сейчас мы еще посчитаем быстро. Получается у нас такой плотный массивчик. Ну да, в 60 тиков туда-обратно толкают цену. Ничего пока не происходит. Такой намек на срыв стопорей. Вот буквально недавно до 50-й прошел. И снова прощаются с 75-й и 74-й. Так что внимательно смотрите. Если рванет нефтянка в какую-то сторону, посмотрим, как петролиум отчитается там отчет в четверг. И там уже будем ориентироваться на движение S&P. Это ситуация по текущему контракту. Вот этот в квадратиках график, не удивляйтесь, это параметр, который не дает исчезнуть фильтру при сжимании графика. Я думаю, вы помните на предыдущих Wall Street Online. Вот так вот выглядит теперь при масштабировании. Это последняя активность. С 9-го числа в основном дельта на селлерах. Сейчас я перепроверю. Да, дельта, все правильно. Значит, затаривались как раз вот 3-го, 4-го, пока мы гуляли. Они вот здесь вот как раз и развернули небольшую поддержку. Возьмем на заметку. Тестировали даже вот на этом уровне. Как видите, модель самой продажи достаточно такая коварная. Обычно такие продажи не заканчиваются сразу шерстом. Ну, как минимум, будет какой-то па финансовый с выбросом стопорей. Дельта идет не агрессивная, поэтому очень внимательно следить. Может быть, обманный маневр. Очень похоже на это. Открытый интерес на прошлой неделе набирал обороты. Вот. На этой, как видите, не особо. Ну, что, если... Я забыл поменять тут, чтобы было хорошо видно. Светлый, это рост открытого интереса, а темные участки, это снижение открытого интереса. Рекомендую как раз вот такой формат, кто использует Wallfix. Открытый интерес ставит серый и черный оттенок. Очень удобно потом накладывать на эти данные дельту. Ну, и, соответственно, ничего лучше в мире нет. Количество открытых позиций и кто из них был еще и агрессор. Вот, набирали тут байеры в основном. Так, в принципе, все и сложилось. И сейчас сбрасывают, похоже, эти покупочки. И пока вот ждут, ждут каких-то данных. Данных, ну, мы с вами знаем на следующей неделе, это процентная ставка по Канаде, процентная ставка по Еврозоне. И если там все будет так, как им нужно, могут дальше рвануть на 23.00. Ну, ставьте алерты. Видите, вот по максимумам даже есть такие агрессоры на покупку и на прошлой пятнице, и даже вот текущая в FUSX. Сейчас подгрузятся данные. В принципе, если из участников мало кто торгует FUSX и DAX, можем в дальнейшем CallSuite Online его как бы не затрагивать, чтобы не тратить время, что, в принципе, по запросам реже спрашивают про FUSX и DAX. Да, и те, кто немножко попозже подключились, мы такой небольшой вопрос проводим. Что бы вы хотели, какие функции и возможности в приложении для смартфонов и планшетов от FUSX, что бы вы хотели, чтобы там было, чтобы было удобно и необходимо для работы на финансовом рынке. На почту Education Wolfix свои пожелания. Мы всё рассмотрим. Обязательно постараемся реализовать, всё учесть, и чтобы вам было удобно. Так, одну секундочку. Вот это я хотел отключить. И вот это я хотел отключить. Так, ну, толкнули выше 31-й. Возможно, это маячок для евросектора. Ну, в принципе, и возможная динамика по S&P. Ну, хотя евро индекс немножко просел от максимума S&P на потолке фактически. Но площадка здесь, как видите, достаточно плотная. И пока её не пробьют. Вот давайте отметим 29.00, 31.00. Можете смело себе ставить коридор плотно проторгованный. Здесь, если поставить объём слева, самая такая вот прям... Где он тут? Вот, 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 вот. Диапазон номер один. То есть для позиционного ориентира пока вот эту платформу не осилят, могут ещё идти на... целиться на 4 тысячи. Ну, это как глобальным. Соответственно, вот эту платформу ещё нужно пробить 36.00 по 37.00. Обязательно. И потом уже может быть и 4 тысячи. Вот. Локальная такая промежуточная площадка 34.50 по вот этим селлером плюс-минус зафиксируйте. Ну, идут очень агрессивно. И даже на этой неделе, вот, если обратить внимание, вернее, на прошлой очень неплохо талились на этой чуть поменьше. Соответственно, скидывают после такого роста. Вот. Но площадка 3.29.00, 3.1.00. Это так. Даже... Давайте плотнее возьмём. 30.75. Вот. Это вот честная такая коридорная справедливая цена. 29.70, 30.75. Сверх точно. По последним дням. Значит, сегодня очень так неплохо. Сейчас я посмотрю. По дельте выступают прям как будто знают, что на следующей неделе процедуру ставку не будут повышать. Вот. Точно похожая модель, как на S&P. Как-то достаточно коварно корректируется и день за днём неохотно просто снимают стопори. Так, прощупывают. Но в пятницу, как видите, перед выходными затарились, видимо. Сейчас мы посмотрим открытый интерес. Да, видите, в три дня открытый интерес. То есть, каждый день позиций всё больше и больше в рынке. Входят, в общем, вот здесь соответственно вот этот интересный участок и вот практически плотно здесь по дельте 3320, 3310. Прям как будто по максимуму заходили. Поддержку ощутимую можно было заметить 3273, 3264. Прям вот напрашивается тут очень неплохой всплеск. его не пробили два дня. Как уровень в принципе себя оправдал. 3248 и ещё вот здесь были такие агрессивные байеры по 3244-48 тоже не прошли этот уровень. Пока есть ещё шансы на примерно вот такой восходящий равноудалённый канал. Это для технического анализа ориентира. Хотя в принципе можно и так нарисовать, всё равно у меня не получится красиво. Линейка. Вот включаете здесь такой кастомный профайл и четыре линии. Вы можете выбирать любой участок. Формируется такой именно по вашему выбору профиль какой то есть четырьмя линиями вы выделяете вот такой квадрат и идёт статистическая информация пипс, объём, сколько минут, максимальный объём, ну и такой базовый достаточно. также тут можно по объёму смотреть и по дельте в общем кому кто разрабатывает стратегию исследует ищет закономерности просто незаменимая вещь. Быстренько пробежимся по дакцу там ситуация обычно такая же без особых отклонений. Так, где там у нас сейчас подгружается. да, это не новый модуль, это просто максимально на одном графике можно одновременно видеть всю необходимую информацию касаемо объёма дельты, причём не обязательно в виде профайла, можно в виде классеров это всё видеть. Допустим, сейчас мы сделаем вот так и валя, и это всё в виде классеров теперь. То есть, можно так смотреть, можно сразу несколько комбинировать данных. В общем, достаточно такое смелое решение и пока вот по отзывам трейдеров пока только хорошие отзывы. Маленькие недоработки делаем, так как это достаточно свежий модуль и там подправили, там подправили, но сейчас уже всё оптимально работает без нареканий. бидаск, то есть каждый день вы видите сейчас вот профиль бидаск плюс ещё данные видно настройки фильтров вообще какие вам нужны всё либо по объёму либо по дельте ведь палитра необходимой информации биржевой вся есть и исследовать очень удобно всё сразу на одном модуле. Мне так не хватало этого постоянно нужно 8 мониторов колесить взглядом сравнивать данные хотя тут это всё накладывается сразу видно то есть переключил на объём на открытый интерес всё то есть фактически мы пришли к одному универсальному модулю там периодически включаются модули статистики когда разрабатывается стратегия и исследуется на определенные параметры архива данных так ну в общем DAX по ситуации с текущий контракт тоже был рост и боковичок под праздники устроили пока сняли ступори до 11700 и прощупали 11500 по дельте сейчас давайте поставим объём здесь по дельте не так волшебно выглядит как FSx пока аккуратненько работают не спешат на рост так что в любом случае вот коридор байеров почему-то очень так уверенно расположен в самых таких верхних ценах собрали видимо селеров мелких и начнут уходить за 650 там дело за малым осталось вот так и РТС всё наступил Росрынок сейчас мы будем рассматривать РИ потом рубль еврик фунт и нефтянку с золотом друзья открытый интерес самое главное особо нигде не акцентируйте на этом внимание российская биржа транслирует его онлайн то есть обновление в минуту идет по данным открытого интереса это из всех бирж которые у нас есть только российская биржа транслирует по фьючерсам онлайн трансляция открытого интереса это очень огромный плюс кто не использовал открытый интерес как инструмент как подтверждающий фактор вы многое потеряли количество открытых позиций в рынке это что ни на есть фундаментальные инсайд данные фактически сколько входит в рынок либо выходит я думаю как это реализовать и использовать вы уже прикинули ну вот давайте я вам в более таком привычном виде открытый интерес растет входит в рынок зеленым цветом и выходит красным вот видите зоны где выходят и где заходят это бренд на форт вместе с ртс для сравнения хотел показать вот видите заходят скидывают заходят скидывают это все чуть немного видно причем это на большом масштабе можно внутрення даже смотреть очень рекомендую изучить открытый интерес как его использовать это будет ваш помощник ориентир грубо говоря если допустим сегодня крупно все зашли в рынок то последствия на следующий день можно даже не сомневаться будут то есть уже вы знаете что завтра будет движение вот когда выходят все из рынка то с этими уровнями работать попросту бессмысленно так как никто не будет не защищать не создавать какое-то давление все вышли из рынка и не нет некому удерживать какой-то контроль цены допустим на покупке либо на продаже так значит этот открытый интерес я на самом деле хотел показать сравнение бренд и еще mysex10 это кодировка бренд который на force торгуется вот и тоже контрольный уровень 54 эти тут достаточно уже 3 раз подходят до 115 500 так что аккуратнее могут продавить и там в общем ниже 115 500 точно покупать будет опасно уже в принципе не стоит по дельте это часовики эти больше фигурируют селлеры тем более такие цены сейчас многие с удовольствием сбрасывают и вот сравнение с mysex10 ну уже так посматривать тоже на mysex10 индекс десятка таких достаточно объемных весомых акций в индексе если mysex10 уходит на следующей неделе вот ниже вот этой планки 49 ртс точно покупать не стоит и лучше присматриваться к направляющему индексу mysex10 так видите как они достаточно быстро уходили на mysex10 в принципе можно было использовать как шорт тем более ушли под WP уже под ним находятся то есть тут с покупками уже как бы беда и на территории соляров давайте посмотрим значит масштабах с 2014 года мы я забыл включить опять вот этот элемент тянемся выше по неделькам за два года и таргеты которые вот впереди нас ожидают вот видите самая плотная объемная активность соответственно понятно что этих сделок в рынке нет но те кто здесь заходили те кто здесь размещали работали на шортец могут возобновить какие-то действия то есть чисто психологический уровень ориентирный почему бы и нет тоже вот массив через какое время только пришли все-таки не пускали с первой попытки по площадкам на поддержку это конечно 99 вот по свежим таким следам 95 700 99 700 это массив вот этих двух месяцев потом еще идет уже 92 по 89 такая поддержка ну в принципе такой импульс был достаточно мощный как раз зимний сезон нефтяные компании в принципе сейчас неплохо выполняют свои это их сезон весной уже будем смотреть могут корректироваться март апрель легко февраль еще могут протащить и как раз уже весной потеплеет и обороты немножко упадут по поставкам газа и так далее поэтому вот февраль еще могут коррекционный момент но самое главное чтобы не упустили ниже 105 и на последнем контракте текущем брокер при чем тут брокер транслируют данные биржи а не брокер брокер посредник между вами и биржей раньше нельзя было попасть в яму и просто кричать продавать торговать нужно было найти человека у которого есть доступ к сделкам на бирже это были всякие брокеры трейдеры и так далее там до миллиона долларов за место на бирже доходило в хорошие года ситуация на ри по дневкам за текущий контракт активность была хорошая в начале так здесь немножко подупало настроение скорее всего это связано опять же с отсутствием основной лидирующей массы крупных игроков и 114 115 300 оставим как уровень поддержки тут плотненько по коридору байера удерживали свои позиции неплохо шли каждый день расширяли коридор и пока вот третий день уже не могут пока считаются в общем с этим уровнем и тут 4 дня потихонечку толкали как как вариант могут либо сбрасывать стопори байером если уходит ниже на понедельник вторник вот 115 и тогда уже точно покупать не стоит если понедельник откроется резким динамичным таким позитивным движением до 117 можно рассматривать посмотреть по открытому интересу если главное давайте кстати посмотрим да видите сегодня черное 13 пятница а вот позавчера немножко прибавили по открытому интересу вот и как видите прибавляют в основном в одном коридоре если присмотреться вот сессия 4 числа потом идет сессия в этом же коридоре потом сбрасывают вот этот сброс был и сессия одна и сессия вторая видите вот коридорчик где открытый интерес постоянно рос и вот у нас коридорчик по дельте так что в общем уже таким четким подтверждением будет отметка 118 понедельник вторник быстро если будут возвращаться в общем в этом коридоре вот такие вот можно делать выводы и уже есть на что ориентироваться и на что посматривать значит поставим сюда коридор где у нас байра разместились вот ну по крайней мере будем надеяться что это именно размещение ну не не в самом РТ сидела если посмотреть Газпром Сбербанк на неделе неплохие были закупки что по Сберу что по Газпрому можно посмотреть на этой неделе были 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 так рубль «Сбербанк» «Сбербанк»» 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 «Сбербанк» «Сбербанк»» «Сбербанк» 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 изменения тут правда не настраивал отображение поэтому чтобы профиль более так хорошо выглядел нужно настраивать по данным кстати заодно давайте покажу как лучше это делать смотрите пиковое значение впустим по данным вне зависимости какие данные вы здесь выбираете 80 и 3 варьируется в основном зайдите volume range и по дельте поставьте 80 тонн и три с половиной то есть вы задаете параметр самому профилю и вот такая вот картинка появляется уже более к тут мы поставим 35 тут 35 вот эти квадратики которые не исчезают это вот те настройки которые я настроил точно так же повторите и будет у вас так же выглядеть все на графике то есть видите уже профиль хорошо просматривается за эти 3-2 года 30% тпо вот находится в районе 65 грубо говоря 67 так плотно если брать 67 200 и 65 вот это смело ядро и пока мы находимся ниже уровня это достаточно неплохо прошли в этот коридор достаточно опасенький 63 и вот тут у нас были маневры объемные в районе 58 57 сейчас мы на историю глянем где там были ну вот байеры тут видите достаточно лихо себя вели и затем идет уже локация в районе 57 558 спот мы сейчас посмотрим это глобально чтобы вы ориентировались давайте более точно поставим уровни для тех кто долгосрочно стоит на споте значит 58 150 58 50 вот этот такой коридорчик сейчас мы тоже такой же на споте посмотрим и 56 800 57 300 тоже такая плотная активность была сейчас подгрузим данные спотик везде руб томик 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 так сейчас посмотрим какие тут данные включены объемчик и объемчик и дельта это по дневкам ну последняя активность вот зимняя были даже селлеры вот в начале января возьмем коридоры на заметочку 60 40 60 65 вчера так неплохо выступили на продавцы и пытаются вырваться уже 13 числа байеров если у них не получится и в этот коррекционный момент затянется до 59 20 10 могут еще толкнуть в принципе вот здесь уже были покупки числа 5 и вот вчера вот здесь тоже неплохо соляру на 60 вот 175 65 наследили заметно было активность их хотя по общей дельте такие фильтры не увидишь уровни достаточно как видите неплохо себя показывают и практически по коже но вот вчера такой всплеск был и на прошлой неделе тоже в этом коридорчике так что максимум и минимум четверга вот коридор для ориентира если пробьют 59 85 тогда продажи можно пока отложить ну и откроется коридор если 59 10 продают все таки так посмотрим сколько там по объему то зашло то обороты были да вчера было больше разы просто 3.6 против 2.4 тут явно перевес по вчерашней активности и вполне могло быть движение чисто за стопами посмотрим если ну в любом случае дальше 59 85 уже ждать погоды не стоит на недельке 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 Да, я перегнул палку с десяткой. Так, это у нас картинка за два года. И вот она вся ликвидка. 68, 62. Это спот. Тут видите, да? Сейчас я сделаю так, чтобы не мешало вам. Сосредоточен объем весь тут. Мы ушли под артерию, фактически, в самую вот плиту. И это очень огромные шансы до 50 сходить как минимум. Попробовать, по крайней мере, еще вот 54 на движении. Ну, в общем, плита, в принципе, мощная. Сами видите. И вот, давайте сейчас посмотрим. Неделя прошлая была за селлерами. Их, как видите, не так часто. Можно увидеть непосредственно, если они появляются в такие недели, то они появляются хорошо. Вот она такая была. Самый максимум. Тут прям кто-то нашептал. И даже больше по ликвидности, я сейчас скажу точно... Ну, где тут, вот она. Почти полмиллиона за селлерами. Процент на соотношении у нас получается 7,6. Это неплохо для спорта. Немаленькая цифра. Так. В общем, евро. Так, уже 52 минуты, надо час вложиться. Так, напомню тем, кто недавно присоединился к Wall Street Online. Записи вы можете смотреть на канале YouTube компании Wolfix. На официальном YouTube-канале. Там прям плейлист такой есть Wall Street Online. Либо в сообществе на Facebook, либо на Google+. Просто, если Wall Street Online был, то запись в любом случае будет. В основном на выходные уже выкладывается, либо в пятницу вечером. Ну, крайний срок это понедельник утром. Так что, если вы не смогли попасть, а хотели бы посмотреть, то вот сразу на YouTube-канал заходите. Вот. Там точно найдете запись. И много еще полезного. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Что это я? И так Еврик, текущий контракт Объемчики падают Видите, чем выше Толкают, тем Меньше объемов Тут мы видим следы Еще старого контракта Если включить склейку Вот, проходим такой Крайне важный уровень И объемы падают То есть Если пробивают котировку Контрольные такие точки Как максимум важный То тут Должна только Переходить ликвидность То есть Набирать обороты А здесь она начинает Топливо заканчивается То есть Вот этот маневр Достаточно такой коварный Могут Не сразу пройти Ну, либо до Процентных ставок В среду По евроцентробанку Будет мучить До среды В легкую Прямо Как только ЦМЕ во вторник Откроется Вот так и начнут мучить Поэтому осторожнее По еврику После среды Только Оптимальные Периоды Когда можно будет Работать И как видите 9 тонн За селлерами Вот такое пробитие Максимума Оказалось Коварное Тут у нас Пик Просто по Текущему контракту Еще такая Похожая была Падающая Сессия 14 числа Тут 9 тонн А здесь 9400 Ну, все равно Топовая По ликвидности 239 И здесь 244 Ну, в одинаковые Фактически 4% И здесь 4% Так Ну, в общем Вот такие Вот пробития У нас идут По Отметке 0,670 И Подольте Как видите Тут прям Все засыпано Активностью Селлеров И мы Это сейчас Зафиксируем Так что Аккуратнее Аккуратнее С покупочками Если стоите Еще С 11 В покупках Прямо Лерт Ставьте На 0,6 20 25 Как только Зазвенит Сразу Больше Не стоит Держать По открытому Интересу Вот как раз Там где у нас Шорты были Там они Открывали Позиции Видят Прирос По сделкам Канадский Еще Да Сейчас Мы Канадский Еще Посмотрим Да Пока Есть Возможность Вот Хотел Показать Вам Динамика Еврика И Канадского Кто Просил Канадский Посмотреть Прямо У них Какая-то Видите Очень Такая Своеобразная Любовь Здесь Они Поругались На Время И Все Снова Опять Дружит Поэтому Сейчас Идут Душа В Душу Соответственно На Еврике Пока Вот Такие Горизонты Не Особо На Покупку Скорее Всего Сбрасывают Вот этот Рост И Ждут Процентных Ставок Там Уже Посмотрим По Канадскому Шесть Опять же В понедельник ЦМЕ Не будет Работать У них Там Праздник В США День Мартина Лютеркинга И Все Биржи Будут Закрыты Поэтому В своем Расписании Ставьте Выходной Не Особенно На валютном Рынке Лучше Без Мощного Форварда Не Заходить 7548 7578 Прямо Опрашивается Такая Площадка Прокол Был Максимальная Вот 45 76 45 И Дельта Идет В основном Такая Отрицательная Без Особых Надежд 20 12 И По 30 12 Вот Эти Вот Деньки Были Хорошие Видите Как Начинают Затариваться На покупку Не здесь На самом Минимуме А Вот Этот Весь Падающий Маркет Все Это Скупили И Вот Это Результат То есть Инертность Рынка Уже Понятно Всем Давно Сразу Будет Здесь Не Разворачиваться Все Идет Инертно Затариваются И Потом Уже Выталкивают Сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Десять Сессий До Направленной Дельты На покупку Вот Так Вот Глобально Тарец Ребешка Крупная Так Открывали Позиции Вчера И Сегодня И Дельта Там Не Особо Хорошая Все На Продажу Шесть Дже Дену Я Очень Плохо Знаю Как Инструмент По Всегда Я Старался Меньше Исследовать Загадочная Так Американские Ой Хоть кто-то Заговорил Про Облигации Наконец-то С удовольствием С удовольствием Никто Мы Периодически Вопросы Проводим Какие Инструменты Интереснее Было Рассмотреть Потому Что Я Одни Те Ж Смотрю Так Как В Основном Одни Те Ж И В Вопросе Ответы Еврик Нефть Золото ЦНП РТС Рубль Все Периодически Вот В чате Кто Приходит На ходу Причем Ну Так Неправильно Вот так Вот Площадочка Так Ну Верхушку Явно Сбросили Хотя Одиннадцатого Очень сильно Хотели Пытались На Самой Крупной Ликвидности Вот Видите Посмотрим Дельта Процент Понятно Да Открывали Позиции Сбросили Стопа И И Снова Открывает Причем В общем Если Вот эта Сессия 0 0 86 80 Тут Талит Опять Заходит Ветик Не Агрессивно Действует И на покупку Причем То есть Если Удержат Не в понедельник А уже Вторник Не ниже 86 80 Есть шансы Что Байера Еще Немножко Поднадавит Так как Сессия 11 Была Достаточно Ликвидная И На покупку Настроенная В ВП Достаточно Неплохо Показывает Территорию Байеров 86 50 Это уже Предел Будет Вот Пока На территории Байеров Все Хорошо На покупку Я думаю Не тянутся Вот К Трем Восьмеркам Этим Точно Ну Волатильность Она такая вещь Ее нужно Укротить Вот Она Много Может принести Прибыли Она Особенно Подходит Волатильные Инструменты Трейдерам Которые Небольшие Счета Чтобы Ощутимо Была Прибыль Да Ну Там Где Волатильность Волатильность Она Вечная Такая Знаете Коварная Нужно Ее Укротить Если Получилось То Считайте Что Вы Считайте Делаж В шляпе Так Вот Этот Уровень Собственно Проверочный Будет До Вторника В CL Я уже Неоднократно Говорил Что Бренд Уходит На Второй План И Как Марка В плане Добычи Там Обороты Небольшие Осталось В качестве Как бы Бенчмарк И Так Так Сейчас Я попробую Убрать Кое-что То, что Отвлекает Сейчас Не Вот Эти Линии Контрактов Вы Можете Вот здесь Сделать Настройки И они Будут Выглядеть Немножко Не так Привлекательнее Не так Не так На себя Внимание Перетягивать Место Занимает Надписи Сверху Хотел показать Ликвидность Значит Если посмотреть По объему Гистограмма За два года Обратите Внимание Оборот Просто Общий Объем За неделю Плотно Очень плотно Естественно Во всех Контрольных Точках Сразу же Растет Оборот То есть Средняя Ликвидность Если выросла Соответственно Идет Давление Там Где Оборот Падает Соответственно Поэтому Всегда Сравнивайте Относительно Предыдущего Периода На каких Оборотах Идут Вот здесь Допустим На каких Оборотах На слабых Идут Видите Поэтому Дальше Толкнуть За 55 Нужно Ликвидности Поболее Вот Плотные Были Участки Здесь Тоже Наоборот Был Неплохой Соответственно 45 Даже Если Будет Коррекция То Там Еще Нужно Будет Посмотреть Пробьют Они Вообще 45 Либо Нет В общем Потолок Ориентирный 61 По 58 Тут Мы Уже Видим Хоть Объемы Небольшие Были Но Чисто Психологический Уровень Там Контрольный 58 61 1.5 1.5 Явно Нефтитрейдеры Эти Цены Помнят Возможно Здесь И Будет Такая Немножко Затяжная Остановочка Но Плита Которую Все Таки Отстояли Особенно Вровень 45 По 47 Сеем Вот Этот Коридорчик Берем На Момент Поддержки По Дельте Смотрим Немножко Упали Уже Такие Агрессоры Сейчас Мы Поставим Тик Директ Ну На этой Недельке Пока Вот Сбрасывают Ведь На Прошлой Хоть Были Закупки Но Это Сейчас Пошли Немножко Сбросы Оно Понятно И Объем Небольшой И Важный Уровень Ну И плюс Неделя Такая ответственная Будет По Процентным Ставкам Два Крупных Банка Отчитываются Собственно На Всякий Случай Взяли Таймаут Я думаю После Среды Начнется Там И По Петролю Мой Отчет Как раз Самое Ну В общем Первая Преграда 58 61 Мы Когда-нибудь Сюда Придем Потребление Нефти Только Увеличивается А Нефти Станется Меньше Вот Так Вот Затариваются Прям По Две Недели Хороший Дельта Видите 25 тысяч Контрактов Дельта И Все И Ушли Сразу Так Сейчас Объем Небольшой Поэтому Еще Пока Сигналов На Агрессивную Атаку Нет Ну Бренд Даже Нет смысла Рассматривать Пока Объемы Там Разы Меньше Смотрим Золото И Будем Заканчивать С 26 Числа По 9 Число Тут В основном Фигурировали Байеры Разворачивали Красиво Разворачивали По Открытому Интересу Вот Самые Такие Активные Участки По Золоту Возьмите На Заметку 11.44 И 11.30 Тут Как раз Активность Была Та Что Надо И За Два Года Сейчас Китровочку Возьмем Двое Поставим Нефть Нефть Активность Случа Лишний Лишний Кэш Будет Уходить Туда И Текущая Неделя Не Не Самая Слабая Активность На уровне На уровне Даже 2016 Года Всего Меньше Десяти Таких Недель Было Миллион Миллион Тут Миллион 800 И тут Уже За Миллион Перевалили В общем Вот так Вот Дельта На Неделе Ближе Нейтральная На Продажу По Открытому Интересу Понятно Вот Три Недели Был Рост Как раз Под Праздники И Вот Они Начали Скидывать Ну Нет Они Еще Не Там Четкий Признак Что Это Сейчас Прям Развернется На Шорт Это Отрезок Неделя Давайте На Дневке Посмотрим Значит Дельта Так По Объемам Посмотрим Сейчас У нас Обороты Идут Нормальные То Есть Не Слабенько Площадку Они Уже Одну Тестировали 85 По 88 Пока Вот Не Ориентируйтесь И Посмотрим По Активности Значит Пиковая Ликвидность Была Как раз На Старте 11 Там У нас 9 Стартанули Неплохо И 4 Вчера Была На Покупку Тут Два Дня Шарты Соответственно Четверг Мог Снять Стопори Поэтому Дельта Такая С открытым Интересом Падает Вообще Открытый Интерес Поэтому Топливо Заканчивается У этого Движения Могут Корректироваться Вернуться В коридор Там 70 Может Даже Ниже Где-то В этих Маневрах Будут В коррекции В общем Ну В принципе С Начала Декабря Середина Декабря Как Начали Они Эти Без Остановки Буквально Там Передышка Один День На Сброс Топорей Сброс Топорей Сброс Топорей Все Тут Уже Успокоились Дельта Объем Нормальный Но Дельта Не Позитивная Нарост Все У меня Уже Горло Болит Еще Раз С праздниками Вас Старым Новым Годом Спасибо Что Пришли Встретимся В следующую Пятницу Посмотрим Чем Это Все Закончилось Всего Хорошего Хороших Входных До Следующих Обзоров До Сидания Пока Продолжение следует